Строительство жилья в Буе в последнее время активно ведется по 185-му федеральному закону о переселении граждан из ветхого аварийного жилья. Реализация программы рассчитана до 2017 года. По этой программе в новое жилье, не меньшее по площади, чем старое, должны быть переселены граждане, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. У нас сейчас остается, значит, всю эту программу мы выполнили, в настоящее время у нас остается 37 квартир. Мы должны расселить эти 37 квартир в рамках договора вдалевого участия, мы приобретаем в трех домах. Вот один дом мы видим сейчас здесь, дом подводят уже под крышу постепенно, значит, сейчас выкладывают веншахты. Ну, в общем, вековой капитал у нас немножко отстает по графику, но тем не менее, я думаю, что дом будет сдан вовремя. Активно они работают, нагоняют сроки. В строящемся компании «Вековой капитал доме» по улице Чапаева из 24-х 9 квартир будут заселены жителями из аварийных и ветхих домов. Контроль за качеством строительства осуществляют как сами жители, так и вышестоящие организации. Мало того, что администрация, у нас сейчас подписаны договора с областным учреждением об устройстве заказчика, то есть каждые две недели, вот сегодня буквально у нас специалист приезжал, то есть, в общем-то, специалист выезжает и выдает предписание, которое обязательно к исполнению для каждого застройщика. Поэтому контроль за качеством сейчас жесткий. Дома по программе переселения в данный момент строят по нескольким адресам. Их называют социальными. В них наряду с 37 квартирами для переселенцев еще 12 будет предоставлено для проживания детям-сиротам. Полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам – это полномочия администрации Костромской области. Значит, в этом году нам эти полномочия делегированы законом 620-м. В них наряду с 37 квартирами для переселенцев еще 12 будет предоставлено для проживания детям-сиротам. В районе отделения дороги один за другим за короткий срок выросли сразу три дома. Два уже заселены, третий достраивается. Причем расположены они близко друг к другу. Стройплощадка в сознании людей вызывает ассоциации с чем-то масштабным. Но современные строители, как показывает жизнь, научились возводить дома компактно, на близком расстоянии. Вот и здесь получился небольшой микрорайон из новостроек. На самом деле это не так сложно. В Москве плотнее гораздо строят. У нас еще шикарная площадка. Просто мы сделали так, что у нас для этих все три дома получились сети, были подведены к этому дому. И получилось довольно компактно и проще для строительства. Нам не пришлось тянуть теплотрассу, как, например, для 48-го дома, на 200 метров. Дом 83-Б по улице Октябрьской революции заложили осенью прошлого года. В начале сентября он планируется к сдаче. Он полностью социальный. Из 18 квартир, а это однокомнатные и двухкомнатные, четыре предназначены для сирот. Остальные для переселенцев из ветхого жилья. Строительство ведет компания «Жилстрой». Эти строители уже не первый год в буйской сфере строительства. По срокам на возведение дома уходит около года. Это достаточно быстрые темпы. Мы стараемся и людей мотивируем на то, чтобы они сдали в августе. Объективно, может быть, это будет начало сентября. Вопросы от будущих жильцов, с которыми строители постоянно общаются, касаются в основном перепланировки. Но квартиры проектируются строго по метражу старого жилья. Таково требование законодательства. Поэтому не всегда удается, что называется, удачно их скроить. Правда, это единичные случаи. Главное, что люди получают новое жилье взамен полуразвалившихся и не всегда безопасных хибар. С коллективом мы давно работаем. Люди больше, некоторые больше 20 лет трудятся. За качеством следим, а я непосредственно обязана следить за качеством. Есть небольшие грехи, но мы их своевременно устраняем. Плюс ко всему, у нас приходят жители, смотрят какие-то недочеты, и мы сразу их оперативно убираем. Мы им показываем квартиры, пока никто не жаловался. Единственное у всех вопросов, как перепланировку сделать. Но мы не можем это сделать, потому что в госконтракте заложена определенная планировка, и люди можем понимать, что мы не можем это сделать, иначе у нас не примут дом, и они не заселятся в свои квартиры. В программе по переселению строительная фирма ПМК-2 с 2012 года. Часть социальных квартир была построена в доме номер 26 по улице Карла Маркса. Строили жилье на пересечении улиц Комсомольская и Бебеля. Два дома по улице 10-й годовщины октября. Сейчас в рамках программы строится дом на улице Советская. По переселению жилья мы работаем с 2012 года. Мы начали участвовать так частично, просто сначала квартирами, потом мы старались строить практически целые дома под них по программе этого переселения. Очень помогла вот эта программа переселения, потому что и объем предприятия увеличился, соответственно, и все финансирование. Если мы еще пять лет назад строили где-то один дом в год, примерно стандартные дома, которые мы сейчас видим, то буквально второй год мы уже работаем практически по два дома, мы вводим за год. В настоящий момент ведутся отделочные работы. Прокладываются сети, устанавливается сантехника, электрика. Дом практически готов к сдаче. Ну, фундамент мы начали где-то в сентябре, потому что здесь грунты довольно-таки сложные были, пришлось производить усиление, подсыпку. Ну, мы, по-моему, в ноябре, мы его уже как бы фундамент сделали, и дальше пошло у нас это самое основное строительство. Коллектив ПМК-2 стабильный. Большинство работников трудятся здесь около 20 лет. Фактически у нас коллектив сильно-то и не увеличился. То есть у нас, как было, там порядка 70 человек, то есть плюс-минус там от сезонных работ, там человек 10-15 у нас приходит. То есть мы этими силами практически делаем двойной объем сейчас на данный момент. У нас получается уже и, ну, не привлекаем мы как-то больших там субподрядных организаций, там еще что-то, но таких вот там каких-то. То есть в основном, как у нас был коллектив. Те все и работают, да. Да, большие у нас сейчас эти две стройки, вот мы строим дома. Ну, еще мы так участвуем в ремонтах где-то и для администрации города, и для района. То есть что вот нас силы позволяет. Сейчас вот и детским садикам, значит, помогаем. Тут сейчас вот надо вот веранду делать. То есть мы не отказываемся от любой работы, не то, что мы на двух домах. Кроме домов по программе переселения, буйские строительные фирмы возводят жилье по долевому строительству. Проще говоря, квартиры на продажу. Сотрудники фирм не просто хорошо знакомы друг с другом, но иногда вместе работают на одних и тех же объектах. В городе, так вы знаете, ну у нас как бы вот большие вот это вот жилустрой, например, да, мы с ними очень тесно работаем. То есть мы, начиная практически с 10-го года, мы еще вот в Талице достраивали садик. Вместе? Как бы, да, большое спасибо. Они, то есть нам помогали. Ну, объем большой, надо было выполнять, потому что сроки контракта все равно. Детский садик седьмой реконструировали, там тоже нам порядка четырех разных организаций работало. То есть мы не зацикливаемся, что вот мы взяли объекты, все мы здесь. То есть мы смотрим на то, что мы можем сделать. Ну и, соответственно, требует время. И, соответственно, просим другие организации, если у них есть возможность, то есть также нам помочь. Что-то бывает, мы помогаем, что-то нам помогаем. Ну, вот я по нашему городу могу сказать, что у нас очень приятные и теплые отношения со всеми строителями, кто вот здесь работает. То есть нет какой-то такой, скажем, ну, черной такой конкуренции, чтобы кто-то, кому-то, что-то где-то. То есть какие-то вопросы решаем совместно. Не получается, значит, там ищем какие-то выходы, варианты. Также где-то и через департаменты, и через администрация нам вот бывает помогает. Потому что сам дом, понимаете, это коробка, а все разрешительные документы, это все равно занимает очень много времени и все. И вот, скажем так, вот много зависит и от работы нашей администрации, но никогда не было там каких-то вот нас... Да, чтобы у нас был какой-то тормоз в работе, что вот именно, что мы не получили какую-то бумагу там вовремя. Конечно, сложная работа, все, и у них, и у нас, но мы тоже как-то... То есть тут нам приходится, у нас работа, да, не только наша строительная. То есть сама стройка, она подразумевает вообще взаимодействие всех. Тут у нас и газовые службы, и электрики, и энергетики, и коммунальные службы. Да, то есть и то же самое, и благоустройство делаем тоже многие, ну, хочется всегда, то есть дом это дом, а вокруг дома тоже должно быть и красиво, и уютно, чтобы и люди радовались. Потому что квартира есть квартира, а выходят все равно все на улицу. Многие даже, кто покупает квартиру, например, да, я не говорю про переселенцев, да, про дольщиков, то есть они, соответственно, уже сейчас требования возросли очень сильно. Человек уже смотрит, на какую сторону у него окна выходят, где будет солнце, где будет тут ветер, где будет, значит, какой вид. Территория возле новостроек благоустраивается. Будущих жителей на стадии строительства дома интересует и вид из окон, и то, чем будет оборудовано место перед домом. Приходили тоже, наверное, да? Ну, здесь, так как у нас уже по этой программе, там квартиры уже были распределены, то есть людей как бы, да, им сказали, что вот это ваша квартира, да. Ну, вот приходят у нас, есть время, в которое люди могут прийти, посмотреть, то есть мы никогда ничего не скрываем. Ну, единственное, что в разнобой тут не ходят, как бы, да, вот собрались, пришли, посмотрели, если кому интересно, мы всегда провожаем, что-то показываем, что-то объясняем. Потому что людям нестроителям бывает очень сложно объяснить какие-то вещи. Ну, каждый хочет что-то по-своему, ну, мы объясняем, что мы этого сделать не можем. Вот, да, есть проектные нормы, есть строительные правила. И очень сложно, как бы, иногда совместить желания людей с требования проекта, да, и требования законодательства, и нормы всякие строительные, и архитектурные. Ну, стараемся. Большую часть своей жизни каждый из нас проводит в помещении, на работе или дома. Здания, жилые или административные, без разницы, все они творения рук строителей. Значение жилья для человека трудно переоценить. Не зря существуют такие важные понятия, как родительский или отчий дом, свой угол, родное гнездо. Профессия строитель окружена особым почетом. Строить – значит возводить и создавать. Профессия строителя появилась вместе с человеческой цивилизацией. Прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились руками строителей. Роль людей этой профессии стала особой во второй половине 20 века. И в 1955 году было принято решение учредить и ежегодно праздновать День строителя. Это тоже, как бы, у нас, можно сказать, древняя профессия. То есть, все равно без жилища человек никогда не обходился. И также можно сказать, что и все, и мы сами по себе не обязательно, что, как вот мы люди там строительной профессии или еще чего-то. Каждый дома что-то ремонтирует, каждый еще что-то делает. То есть, так же люди могут себя считать. Ну и, соответственно, всем своим коллегам и всем нашим предприятиям, там, в тех, кто, другим предприятиям, да, которые, потому что мы все живем в одном городе, и мы все общаемся и прекрасно знаем, где, что, как работает, у кого, какие проблемы, еще чего-то. Ну, в любом случае, не взирая на праздник, конечно, самое главное – это здоровье. Потому что без здоровья не будет никакой работы, никакие деньги не помогут. Ну и, соответственно, как строителям это побольше объемов, хороших, да, контрактов разных, много интересных. То есть, сами понимаете, работа тоже, не всегда интересно делать какой-то один объект, который мы уже делаем, а что-то новое, что-то интересное, потому что меняются технологии, меняется все, и бывает, и сами за этим не успеваем тоже этот сам. Ну, вот, то есть, здоровья, объемов, ну, удачи, благополучия дома, потому что дома тоже, если у человека дома все хорошо, он и работает, и работает самим приятно.